Возникает распад ценностей, которые разделяет человек. Я, в центре, мы напишем космос, я другое слово не могу написать, понимаете, это будет неправильно. Но вы должны догадаться, что здесь написано, правильно? Так. Культура. Культура, это те люди, кто мой народ, вы можете так написать здесь, я так написал. Здесь профессия, профессия окружения. В связи с профессией. Ну и здесь личное. И вот оно, я. Четыре сферы, которые есть у человека, в которых он живет. В этих четырех сферах происходит его нахождение. Четыре ножки у стула. Стул стоит, опирается на четыре ножки. Он надежно, крепко стоит. Если отломилась одна, на трех ножках стул как-то стоит, а на двух он уже падает. Вот эта вот система, это система сфер, потери которых ведет к одиночеству. Возникает состояние аномии. Аномия – это распад с темы ценностей. Когда начинается аномия, мы жизнью уже не дорожим. Что сюда входит? Культура. Вы вдруг оказываетесь в другом государстве, в котором другие культурные ценности. Вы еще помните дедушка, бабушка, пионерский галстук и все прочее, а сейчас нет. Деньги надо зарабатывать. Да? Вот. Представьте себе, что те ценности, которые вы раньше проповедовали, теперь нет. Фильмы неактуальны, музыка неактуальна, песни неактуальны, все уходит. Сломалась ножка у слова? Да. Все. Теперь вы работали педагогом-психологом в школе, в школу закрыли. Вы не имеете возможности работать педагогом-психологом, вы торгуете на базаре. Чем? На свае. Прилагайте на свае. Вы знаете, что это не очень полезно, но прибыльно. Вам делать нечего, вы продаете этот на свае. Вам приходит начальник и говорит, ну вот, хорошо вам? Представьте себе. Еще одинок остался, совсем маленький человек стал. Личный. Ваш, прекрасный, неповторимый, ушел от вас. Не пишет, не звонит, ничего не сообщает. Вообще пакостно. Стул уже не стоит, ценности все разрушаются. Ну и здесь, вот то, что я написал под словом космоса, это ножка, которая поддержит. Она заменить не может всего. Мы же сами должны. Так как он не меняет того, что с людьми, пока люди не меняют сами этого, да? Вот это как раз. Это поддержка. Только в той ситуации, когда ты борешься за себя. Что-то делаешь. На перине лежа ни славы, ни добытни одеяла. Теперь посмотрите, когда Советский Союз стал, я столкнулся с таким явлением, что у меня очень много стало клиентов, психиатрических таких, у которых были проблемы серьезнейшие. Первая проблема, культура Советского Союза исчезла. И все кинулись вспоминать, кто они по национальному признаку, национальной принадлежности. Вот они пошли в культурное общество. Песни петь туда-сюда, им стало легче. Когда они приходили, это легче. Профессиональное окружение. Профессии сложно. Как быть? Что делать? Когда ты потерял профессию? Люди очень трудно это переносят. Они хотят вернуться и там работать, где они работали раньше. Я должен сказать, особенно трудно потерю коллектива переносят... Мужчины. Переносят. Женщины. Женщины. Женщины привязаны к мультиву. Мужчины. Не дай бог такие слова сказать. Собака. Она привыкает. Собака привыкает к человеку. А я думала, что это мужчина. А женщина, это кошка. Она привыкает к дом. К месту. Она ходит туда, где она была. Женщины. Это просто обычный анализ. Посчитать. Женщины не уходят на зарплату более высокую. На 20% выше зарплата. Они не идут, они стоят в коллектив, подружки. И они остаются, ходят в кучу. Это все признали, да? Да. Да. Если мы ребенка перевезли из одного места в другое, у нас здесь оп, здесь оп, личные связи оп. Что мы получили? Новичок. Группа риска. Новичка травить начинают. Но для чего они травят его? Дети зубные, но они быстро адаптируются к нашему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...